Волонтёр — это тот человек, который, несмотря на свои потребности и нужды, помогает людям, которые нуждаются в этом больше. Добросовестный, бескорыстный человек, который помогает всем нуждающимся. А вы помогаете и чем вы? Помогли кому-нибудь? Я помогаю маме своей по дому. Я считаю, что мама — это человек, которому надо помогать всегда. Это тот, кто несёт добро другим людям, счастье, радость и очень хороший человек. А вы хороший человек? Конечно. Это тот человек, который хочет дарить людям только добро, любовь, радость, который заботится о других людях. Открытые, откровенные, искренние, добрые ребята. Ведь не зря именно они — волонтёры отрядов «Доброе сердце» и таковых, которые приходят к людям, чтобы помочь, поддержать словом и делом на Брещене более трёх тысяч. И практически каждый отряд стал участником областного этапа республиканского конкурса «Волонтёр года-2020», проводимого под эгидой «БРСМ». Волонтёрских отрядов Брестской области 198, среди них это 3030 самих волонтёров, которые постоянно, ежедневно, если это необходимо, всегда придут на помощь и пожилым, и тем, кто действительно нуждается в нашей помощи. Это должен быть зов души, позыв сердца, ну, то есть, другими словами, ну, и не сказать, потому что это действительно ребята, которые вкладывают душу в реализацию своей деятельности, и они всегда готовы идти на помощь. В зале Брестского театра «Кукол» их совсем немного. Ситуация такая сейчас, коронавирусная. Но настроение, конечно, оптимистично, бодрое и праздничное. Это неудивительно, ведь они победители. В пяти номинациях – лучший волонтёрский отряд, лучший командир волонтёрского отряда и другие. Для каждого из них представлять свой регион – это честь. Представлять свой отряд – большая ответственность, потому что добровольцев в одиночку не бывает. Работают они командой. А потому и говорят – не я, а мы. Мы ходили на очистку озера. Тогда мы произвели достаточно большую работу. Было интересно, и, ну, действительно, это было полезно для природы. Очень много всего произошло, и выделить что-то одно невозможно, потому что ты участвуешь везде и не можешь запомнить именно какой-то определённый день и одни свои эмоции. Ты запоминаешь полностью весь год. И прошлый год, и этот год, они у меня как-то одинаково идут, потому что я везде активно участвую. Мы ходили в дом там, где люди не совсем обычного типа. Особенно. Да, особенно некоторые заболевания. Вот в тот момент я почувствовал, что это действительно нужно, потому что видеть на их лицах улыбки, радость – это было нечто. Это сердце сразу дрогнуло. Работа у волонтёров многоплановая. Участие в экоакции, помощь одиноким людям, тимуровская деятельность. Вообще, там, где нужна поддержка, её оказывают ребята-добровольцы. Но в 2020-м на первое место вышла работа по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В зоне риска – ветераны, пожилые люди, а в зоне ответственности за них – волонтёры. Вся весна для Арины Бурдо была напряжённой. Она участник отряда антиковид Брестского технического университета вместе с командой сокурсников. Они помогали, поддерживали бабушек и дедушек. И помимо выполнения своей миссии, находили и позитив в ней. Я заметила просто, что пенсионерам и пожилым людям очень сложно ходить за продуктами в такую обстановку. Просто я решила помочь. Я узнала, что в нашем универе есть такое. У меня девочка рассказывала, которая в БРСМ-секретаре Анна Прошина. Она рассказала, что у нас сейчас появляется специальный отряд антиковид-19. И я решила принять участие. Мне так понравилось. Я начала вообще на все вызовы ходить. Мне очень понравилось. Мне нравится, когда приходишь в квартиру помогать бабушкам. И вот уходишь. И вот у них такие просто счастливые лица. Ну, улыбки вот эти искренние. Они всегда пытаются что-то предложить. Говорят, давайте бесплатно делать. Я не верю, что есть такие люди. И они вот постоянно что-то, деньги пытаются предложить, конфеты. Ну, мы не берем. Уже бывает даже насилие, нам пихают. Но как бы я не знаю. Но это просто классно. Именно для себя внутренне получать кайф, можно сказать, внутренний. Это самые лучшие люди в нашем городе, в области, в стране. Они молодцы. Потому что я вообще не представляю себе, как бы мы жили, городская ветеранская организация, если бы не было волонтерского движения. Вот надо помыть окна Константину Максимовичу Кругликову. Кому обращаешься? К волонтерам. Надо вскопать грядочку, покрасить забор. Все это волонтеры. И что меня вот приятно здесь удивляет, что, может быть, они дома этого не делают. Но они делают это и помогают ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым людям. Это молодцы. Я хочу сказать им сегодня спасибо всем. И лучшим волонтерам, и начинающим волонтерам. И думаю, создать у нас, в городской ветеранской организации, волонтерское движение. Почему бы нет? Среди пожилых людей? Среди пожилых. Потому что пожилых много, но абсолютное большинство пока готовы помогать другим. Волонтерство – это то, что делает каждого из нас более духовным. Учит состраданию, сопереживанию. Это драйвер для развития личности. И отрадно, что число ребят-волонтеров-добровольцев растет. Волонтерское движение, которое реализует наш Белорусский фриканский союз молодежи, действительно доброе, но настоящее и честное. Все участники – это добрые дети, добрые взрослые, которые всегда готовы подставить плечо. И таких людей, как наши волонтеры, хотелось бы, чтобы в Брестской области было намного больше. Нариса Осмолович, Александр Воронин, Александр Макаревич. Новости БУК-ТВ.